Здравствуйте, уважаемые соотечники! Я сегодня хочу показать вам, как правительство Толкаева, Назарбаева, собирается тратить деньги. Вы много слов слышали о том, что будет оказываться поддержка бизнесу, народу, малым и средним предприятиям и все прочее. Ну, собственно, вы уже видите, как работает помощь, так называемое, правительство, 42 500 тенге. То дам, то не дам, то штрафуют. Более 160 тысяч человек, напуганные угрозами со стороны правительства, сначала эти деньги получили, потом быстро, встав в очередь, вернули обратно. Представляете, свыше 160 тысяч человек. Вот, собственно, это реальная помощь, так называемая. И сейчас такая заявляют, что больше 4 миллионов человек получила. При этом, ранее говорилось, что этой помощи получат более 3-3,5 миллиона человек. Сейчас говорится о количестве более 4,5 миллиона человек. Ну, и мы видим, что огромное количество людей в реальности эту помощь не получило. Они все пишут, жалуются и так далее. Поэтому, реально, как помогает эта власть, мы уже убедились. И будет ли. Теперь смотрите, я, честно говоря, анализировал список 361 предприятия. И знаете как, такое впечатление, что эта власть забила на народ полностью, абсолютно. То есть, они ничего не боятся. Это просто поразительно. Настолько нагло все сделано, настолько этот список открытый и понятный. Ну, представьте себе, у нас их предприятий, там, десятки тысяч предприятий, десятки тысяч, в которых вот в малом и среднем бизнесе работает более 3 миллионов человек. Разных предприятий, по-моему, порядка миллионов. Миллиона у нас. Вот. И представьте себе, что правительство заявляет о поддержке бизнеса, выделяет 361 предприятий и заявляет, что они системообразующие предприятия. Системообразующие, вдумайтесь, да? В законе вообще, в Казахстане, нет понятия системообразующие. Я в прошлом эфире, в пятницу говорил, что очевидно, что эта помощь уйдет по предприятиям, прямо связанным с султаном Азербайем и его ближайшим окружением. Ну, сегодня мы получили списки этих предприятий. Вот они у меня, все эти списки. Я, конечно, когда посмотрел на вскидку даже, я был поражен. Мы будем более углубленно изучать, конечно. Но чему я был поражен? Ну, например, системообразующие предприятия, да? Есть здесь заявка на получение помощи. В этом предприятии работают 20 человек, 50 человек, 70 человек, 11 человек. Очень немало таких предприятий, которые получают помощь, где работает всего один человек. Вдумайтесь. Системообразующие предприятия. Далее. Здесь есть графа, так называемый учредитель. Название компании учредитель. Как правило, кто владелец этих компаний неизвестен. То есть, берутся юридические лица Казахстана, показываются, что они якобы учредители. И в этих компаниях, как правило, сидят владельцы некой офшорной компании. То есть, вы понимаете, да? Эти деньги налогоплательщиков Казахстана выдаются непонятным лицам, непонятным на каком основании. Ну, как бы непонятно. Я теперь-то просто получил подтверждение. И миллиарды долларов просто опять сливаются. Если раньше Назарбаев просто заливал банки. Вы помните его трюк, когда в Казком залили 8 миллиардов долларов. И формальным владельцем был Кенес Ракишев. А на самом деле Кенес Ракишев владел вместе с племянником Нурсултана Назарбаева. То есть, Кенес Ракишев был такой подставной лицом. Ну, и понятно, что Хайрат Сахтабалдей, племянник Назарбаев, тоже был подставным лицом. В реальности Казком был отнят у бывших владельцев Казкома, которые реально построили этот банк. А потом объявляется, что Казком он плохой, убыточный. И Кенес Ракишев отдает его после того, как в этот банк государство влило 8 миллиардов долларов. За 2 тенге приобретает этот банк Тимур Кулебай. То есть, вы помните, каждый год, в 17-м году до этого, каждый год из Национального фонда, из бюджета страны, вливались в среднем минимум по 10 миллиардов долларов в банку с системой страны. Или вспомните, Цеснобанк, сейчас он переименовался, туда влили порядка 4 миллиардов долларов, а затем бесплатно его забрал, опять же, Назарбаев через свою подставную компанию. Вот раньше, как он это делал. Теперь, после того, как я методично выступаю, рассказываю, что каждый год он сливает государственные деньги под видом помощи банков с системой, он сливает деньги из Национального фонда, теперь, значит, применяется другой трюк. Берутся якобы 360 с чем-то компаний, дается им помощь, и также деньги пропадают в неизвестном направлении. Потому что, ну, вы сами видите, когда вы список опубликован, увидите, что есть предприятие, где и 100 человек, есть и тысячи, правда, есть 12, есть 2 человека, вот, и есть 1 человек. Ну, что это за системообразующие предприятия? У нас там маленькие кафешки, там человек 300 работает, но что-то я их в списке не вижу, что они системообразующие, и чтобы в них вливали миллиарды, миллиарды тенге. А сейчас речь идет даже не о миллиардах тенге, общая сумма, которая будет вливаться в так называемый круг системообразующих предприятий, порядка 10 миллиардов долларов. Но меня что поразило? Здесь, оказывается, помощь требуется, это торговля, недвижимость, аренда, обрабатывающая промышленность, тоже ее небольшая часть, машиностроительная так называемая. Ну, и аэропорты, удивляет меня, что здесь распределительные компании, которые распределяют электричество, а люди также проживают в тех или иных городах, и потребляют тот же объем электричества, как правило. Если уж будет спад, то только в промышленности. И вот, оказывается, помощь еще идет этим распределительным компаниям, которые, как правило, электрические распределительные компании, как правило, тоже контролируются этой политической верхушке во главе с Нурсултаном Назарбаевым. В этом списке я нашел очень много предприятий, которые принадлежат к Тимуру Кулебаеву. Вот просто наглый, вот у него собственник этого предприятия, Оверсис, так называемая компания, да, зарегистрирована где-то за рубежом. Это не казахстанская компания, а где-то вот зарубежная компания, да. Здесь много компаний принадлежит Алия Назарбаевой. Здесь я нашел компанию Сват Дареги, куда? Хайрата Бурамбаева, который тоже здесь в этом списке, который получит так называемую помощь. Здесь же я нашел прямо компанию, имеющую отношение к Ахмеджану Есимову, нынешний глава Самрук Казана. Ближайший сподвижник Назарбаева, его родственник. Он же в свое время был первым цепремьером правительства, руководитель сразу президента. Здесь BI Group. BI Group, там здесь огромное количество, просто поразительная помощь. То есть человек, который недавно вроде бы, как он говорил, построил за свои средства безвозмездно на 15 миллиардов тенге больницу, которая, в общем-то, непонятно для каких целей у нас. Больницы хватает, просто нужно привести их в порядок, если какие-то не очень хорошие состояния. Но это точно дешевле, чем с нуля строить больницу, да, по борьбе с коронавирусом. Якобы он построил около Астаны больницу, 15 миллиардов тенге, да, много разговоров вокруг этого было. А здесь сотни предприятий, которые принадлежат BI Group. Ну и здесь я вижу очень компании, много групп по Астана. Астана, это Нурланд Самоголов, тоже большое количество предприятий. Ну я о бизнесе здесь многие знаю. Здесь, например, вот Лаврентьев есть такой некий. Он, где только его нет. Компания в области машиностроения, так называемый, автомобильный бизнес. Есть здесь прямо эти компании. Когда вы слышите фамилию Allure, зайдите в Forbes. Это все люди, которые, Forbes, абсолютно все. Что я хотел по этому поводу сказать. Меня всего, честно говоря, больше всего поразило, что ладно, предприниматели, по предпринимателю я сейчас отдельно скажу по бизнесменам. Но меня поразило, что семья Назарбаева действует нагло. Смотрите, Тимур Кулебаев, прямо здесь его компании. Через Цхая его партнера, тоже прямо присутствует. Кто такой Лаврентьев, тоже известно. Это номинальное яйцо Нурсултана Назарбаева, Тимура Кулебаева. Компания Али, это Алия, поэтому вам привет шлет, говорит, ребята, отдыхайте, давайте карантин используем, отдохнем, потому что, ну вот, халява, сотни миллионов долларов из государственного бюджета страны вливаются. Здесь, например, по аэропорту, здесь Казган, можно увидеть, владелец кто? Владелец компании Казахмыс. Казахмыс, которая официально отражала в балансе, зарабатывала по полтора миллиарда долларов в год чистыми. Вот она, владелец банков разных, владелец этого аэропорта, и тоже получает помощь. Просто поразительно. Ну и удивительно, что как нагло действует дочь Назарбаева, его семья Алия, в частности. Потом, смотрите, аэропорт, аэропорт Алматы тоже просит помощь, да? Но вдумайтесь, кто им владеет? Владеет Тимур Кулебаев этим проектом. Тимур Кулебаев официально числится в списке Форбс, как самый богатый человек страны. Он просто разделил между несколько миллиардов долларов, свыше трех миллиардов, официально на себя, официально на жену. Их складываешь, они там за 7 миллиардов только официально. То есть, Владимир Ким, казахмурский, это предприятие Нурсултана Назарбаева, он номинал. То есть, фактически, берешь список Форбс, самые богатые люди страны получают сотни миллион долларов из бюджета страны. Вы можете себе представить? То есть, я когда этот список смотрел, думаю, ну это не просто плюнули в лицо народу Казахстана, а просто плюнули, догонку еще кинули камень, дали пинок и сказали, пошел вон. То есть, забили на всю нашу страну. И, наверное, раз они так действуют открыто и нагло, наверное, мы это заслужили. Ну как это? Сейчас в стране народ обозлен, держат на карантине. Идут апелляции в сторону Такаева, Назарбаева. Дочь Нурсултана Назарбаева, Дарига, представитель Сената, они заявляют и якобы проявляют заботу о народе. А тут из-под носа просто миллиарды долларов закатываются в бизнес членов семьи. Я вам следующее скажу. В этом списке нет вообще никого, который бы не имел отношения к Назарбаеву и близкому окружению Назарбаева. Вообще никого. То есть, здесь просто берешь каждую компанию, смотришь. Здесь Булат Назарбаев, здесь куча его компаний присутствует. Алия, Тимур Кулебаев. Вся политическая верхушка. По бизнесу, значит, следующая картина. Я по этому поводу комментировал мое отношение к бизнесу. Дело в том, что в нашей стране все более-менее крупные бизнесмены, как только они вырастают, на каком-то этапе их подбирают и требуют отдать долю. Ну, как правило, 50%. Ну, вы знаете мою историю, когда Назарбаев требовал отдать долю в банки. Вообще во всех моих бизнесах, которые есть по всему миру. Ну, например, он у меня был в России, складской комплекс. Ну, он был самый крупный в России и самый крупный, наверное, в Европе в тот момент был. Я ему говорю, когда он приехал, что вот мы открытие делаем, хотите приезжайте. Он говорит, ты же мне долю не даешь, я не приеду. Ну, хорошо, не хочешь, не надо. Так вот, этот бизнес наш крупный, он весь лежит под политической верхушкой Назарбаева. Или через Тимура Кулебаева, или через Булата Назарбаева, или через Булата Утимуратова, или через Есимова. Весь этот крупный бизнес, он находится под контролем Нурсултана Назарбаева, чтобы вы понимали. Когда вы видите там огромные объекты, которые строятся по стране, вы же знаете, вы маленькое предприятие, кафешку открываете, к вам прибегает полиция, санэпидемстанция и там все прочее, житя не дают. Ну, а эти крупные компании, чтобы стать крупными, должны понимать, что их сок раз подсекает, что они в какой-то момент для себя решают. Или избрать путь Мухтара Блязова, когда тебя раздолбает, или согласиться отдать 50% и как бы делиться, что называется. Вот, и основная часть, ну, практически все на это соглашаются. И вот в этом списке все люди, которые приняли правила игры этой системы. Они там что-то строят, продают, торгуют, автомобили, машиностроение и все прочее. Это все люди, люди, которые, помимо членов семьи, имеется в виду, они работают в доле с режимом султана Азарбаева. Я их не хочу никого упрекать, я просто вам констатирую, что наш бизнес, многих я знаю, я, кстати говоря, вот Айден Дархимбаев, я знаю, что при таких масштабах, ну, я с ним был знаком в восьмом году. Тогда он только-только быстро двигался, такой энергичный бизнесмен, ну, был подмят. Понятно, что для того, чтобы развернуть такой бизнес, ты должен отдавать долю. Тогда тебе подтягивает под проекты, контракты и все прочее. Я видел такой энергичный варень, вот, ну, все, что называется, его подмяли. Вот, это удел более-менее всех способных бизнесменов страны. Ну, вот, Нурланд Смагулов тоже был моим партнером, моим младшим партнером был Астана Моторс, Астана Групп. Это компания, которую я создавал вместе с ним и с другими партнерами в начале 90-х годов. Я был старшим акционером. Там еще других я вижу, которые тоже когда-то работали у меня в бизнесе, их отобрал потом, когда меня первый раз посадили в тюрьму в 2002 году. Их перетащил к себе Тимур Кулебаев, потом они перебежали, не знаю, в результате чего-либо. Булат Назарбаев, я их тоже в списке вижу. Поэтому это отдельный класс бизнесменов и получается следующая ситуация. Вот представьте себе, вот есть пирог и вот политическая система. Во главе стоит Назарбаев. Ну, как был устроен, например, в феодальном обществе? В феодальном обществе был, например, король и были его подчиненные феодалы, которым он жертвовал земли, что-то давал. И они, вот эта группа феодалов, поддерживали короля, царя или там хана, да, свои султаны были. То есть, это такая когда система, когда все решал один человек и вокруг него группа его приверженцев. Вот это феодальная модель. Соответственно, и богатство тоже делится между ними. А народ где-то внизу, их никто не видит. Над ними стоят вот, скажем, так называемые феодалы, скажем, по-старинному. И вот сейчас, на самом деле, если говорить о западной модели, западная модель политическая, она предполагает, что вся власть контролируется народом. Все национальное богатство страны делится, соответственно, распределяется справедливо более-менее среди народа. И не может один человек находиться у власти и делать, что хочет. Это называется демократическая система управления, потому что в результате выборов, конкуренции разных партий, конкуренции политических лидеров, люди голосуют за партию или за такого человека. Этот человек приходит во власть и затем выполняет волю народа. Так и партия устроена. Как выглядит так называемое автократическое, диктаторское, или хотите, как хотите, можно сказать, и феодальное? Вот во главе всей этой вершины находится Назарбаев. Вся власть у него, у него абсолютная власть. Но он должен на кого-то обираться, на чиновников, на свое ближайшее окружение и так далее. Вот они назначены им, и он их одаривает, дает им возможность украсть, создать бизнес и так далее. И когда возникает ситуация, что что-то нужно поделить, он кусочки им отдает, основная часть у него, и таким образом вокруг себя формирует лояльную команду людей. Это аким областей, аким городов, это крупные бизнесмены, это министры, это депутаты. И вот от большого пирога вот так вот дробится, распределяется между разными группами. А народ, он как бы что называется в последнюю очередь, лишь бы с голоду не умер, что-то бросили, 42 тысяч тенге. Это так выглядит авторитарная модель, феодальная модель и так далее. То есть народ там ниже, их никто не видит, не слышит. Ну, например, мне сегодня пишут, ну а какой толк от ваших заявлений, требований и так далее, все равно вот вы типа обещаете, ну во-первых, я не обещаю, да, и не можете сделать. Я все время говорю, что все эти требования может выполнить, реализовать народ, если объединиться, выйдет на площади страны, одним словом, принудить власть действовать как правильно, как во всем мире, а не в свой карман засовывать государственные средства, доходы страны. Но это модель, когда люди обедняются, люди влияют на власть, а если ты сидишь дома, просто иногда напишешь комментарий, а ничего у нас не получится, а что я могу сделать, но действительно ничего не изменится, потому что, что на самом деле происходит? На выборах президентских ваш голос никто не считает, они фальсифицируют. Парламент выбора депутатов вы никак не влияете, потому что там тоже назначает Назарбаев своих депутатов, своей партией регистрируют, оппонентов нет, пресса купленная, активы областей и городов назначает он, судьи назначает он, то есть простому человеку, что называется, нет пространства, никто его не слышит. Вы можете писать письма, что хочешь делать, вообще никто ничего не реагирует. То есть, на самом деле, это та самая феодальная диктаторская модель власти, когда вас не слышат и не хотят слышать, а с учетом того, что вы не можете объединиться, это профсоюзы, потому что они ликвидированы, вы не можете выйти на митинг, вы не можете выйти на пикет, вы вообще никто. И когда такая политическая модель, где вы никто, собственно, когда наступает критическая ситуация, когда нужно делить государственные деньги, ну, например, сейчас делят 10 миллиардов, вас там нет. Есть только окружение Нурсултана Назарбаева, его зятья, дети. Вот, если внимательно посмотреть этот список, я вам сказал, какие здесь фамилии, это люди все из списка Форумс. Часть из них действительно заработали свои деньги, часть из них действительно способны бизнесмены, но сейчас они не являются стопроцентными владельцами, у них у всех вдоль сидит Нурсултан Назарбаев. Абсолютно, чтобы вы понимали. Поэтому, когда мы говорим о том, что как делятся деньги, вот 361 предприятие, они забирают эти деньги, вместо банков, как-то раньше он сливал по 10 миллиардов долларов, он принял другую тактику, когда деньги сливаются в строителям, аэропортам, в сфере недвижимости, аренды. По строительству очень много, ну, спрашивается, кому собрался тот же самый Айден продать недвижимость. Если у людей денег нет, сейчас кризис, что называется, только на продовольствии люди. Ну, хорошо, они построят, и это будут стоять гигантские объекты, которые никому не нужны, потому что их никто не купит. Понимаете? То есть, эта модель, она и для них плохая, и для людей плохая. Я вот вам скажу следующее. В этом списке, например, что вы, когда будете смотреть списки, смотрите, есть компания товарища с ограниченной ответственностью, Mercury Properties. Вот смотрите, она получает помощь. Это предприятие Тимура Колебаева. Я вам сейчас скажу. У этой компании коммерческой недвижимости более 800 тысяч квадратных метров. Я вот здесь зашел, заглянул, смотрите. 39 объектов коммерческой недвижимости. Бизнес-центры. В Алмате. В Астане. Атрау. Ахтубе. Ахтау. Шимкент. Дубаи. В Дубаи. И я вам могу сказать. Вот 90% торгового там развлекательного центра, форума Алматы. Это принадлежит Тимуру Кулебаеву. Бизнес-центр Лукоил. 70% доли принадлежит в Астане Кулебаеву. Бизнес-центр Хайнар в Шимкенте. Вот представьте, люди, которые, миллиардеры, родственники Назарбаева, нагло приходят, подают списки, и их подставные лица типа Лаврентьева, или Казахмыс, или тот же самый Айдын Рахимбаев, который реально там очевидно, что там минимум половины доли контролирует Нурсултан Назарбаев. Или тот же самый Нурланд Смогулов, автомобильный бизнес. Кому ты продашь Нурландов машины? У тебя покупатель не будет. Они все получают помощь. Я скажу так. Я не случайно говорю про политическую модель. Видите, здесь, если это говорит, не знать бы, кто за этим стоит, просто были бы компании. Здесь можно было сказать следующее. Что есть власть, есть около власти люди, вот они каким-то образом влияют на власть и что-то получают. И это, в принципе, нормальное состояние, когда кто-то работает, колотится и добивается результата. Но плохо, что в этой ситуации нет народа внизу. А почему нет народа? Потому что народ молчит. До тех пор, пока народ будет получать, вот эти миллиарды долларов будут растекаться по другим карманам. Здесь упрекать можно только Нурсултан Назарбаева, Асмашумар Такаева, эту политическую верхушку. Остальных смысла нет упрекать. Они, может, там бизнесмены, еще кто-то, там разные люди. Их смысла нет упрекают, потому что они влияют, они борются. Здесь нужно упрекать второе, сам народ. Если народ спит, если народ не действует, если народ не объединяется, то спрашивается, а как вы хотели? Какой вы хотели получить результат? Поэтому, вот я, к сожалению, сегодня могу констатировать, что действующая политическая верхушка, она ничего не боится. Вот ей просто плевать. Вы с голоду, что называется, помрете миллионами, им плевать. Плевать, это видно, что в этом списке они могли скрыться, не показывать. Они открыто, нагло ставят свои оффшорные компании. Открыто и нагло заявляется, что это якобы системообразующие предприятия, в которых работают 15, 20, 30, там вообще нет такого понятия системообразующих предприятий. Я понимаю, градообразующих предприятий, если бы еще в законодательстве забили бы закон, что это такое? Ну как же наузень, например, да? Когда фактически те предприятия вокруг города, которые сосредоточены, если они прекращают работать, город гибнет. Или Степногорский, там, например, есть предприятия, там, если они перестанут работать, то город гибнет, и людям нужно оттуда уезжать, все бросают. Но системообразующие предприятия, где работают 10, 15, 1 человек и так далее, и они нагло об этом пишут, это говорит о том, что эта власть просто забила полностью на свой народ. Я в пятницу озвучивал наши требования, я хотел бы их сейчас озвучить и пояснить, почему нам нужно действовать в этом направлении. Итак, первое требование, это пакет требований ДВК в размере суммарно 10 миллиардов долларов. Я в пятницу озвучивал, говорил, что если эти средства распределить именно по этой модели, и бизнесу будет хорошо любому, в том числе, который вот здесь находится, в этом списке, в том числе, так называемый, про-назарбаевским. И банкам будет нормально, и люди получат доход. То есть, на самом деле, эта модель приводит к тому, что всем будет лучше, в том числе, даже в назарбаевским предприятиях. Та модель, когда они сейчас миллиард долларов вливают сюда, она ничего не даст. Они просто через несколько месяцев придут за очередным траншем. Это будет просто деньги на ветер. Ну, там они его еще украдут. Особенно вот семья Назарбаева, как Кулебаев, миллиардер, сотни миллионов долларов сейчас просят у государства. То есть, понимаете, они как бы жертвуют. Помните, недавно они создали фонд Бригемис, там собрали 41 миллион долларов. И эти же люди теперь сотни миллионов долларов выгребают по схеме поддержки государства через свои предприятия. Сотни миллионов долларов, миллиарды вытаскивают. Понимаете, они там с той стороны типа мы пожертвовали, а с другой стороны миллиарды крадут. И я сейчас говорю о модели, которая реально поможет всем, всей стране. Но что нужно для того, чтобы действительно это реализовалось? Не просто мои слова, не просто обращение, а действие. Как мы будем действовать, я сейчас озвучу. Я регулярно об этом говорю, но есть смысл еще раз повторить. Итак, что мы говорим? Сейчас ситуация после того, как народ выйдет из карантина, будет плохая. Она уже сейчас плохая. У вас нет средств на дальнейшее проживание. Многие уже потеряли работу. Малые и средние предприятия, как минимум половина закроется. Банки в ближайшие 2-3 месяца будут не в состоянии возвратить ваши депозиты. Включая, банки не вернут средства пенсионным фондам многим. То есть здесь будут потеряны и рабочие места, и кризис будет везде. Что нужно сделать? Надо, чтобы по сути дела в течение определенного срока, в течение 4 месяцев, люди получили некую подушку, за это время перестроились. Как экономика, так и граждане. Это достаточное время для того, чтобы перестроиться. Перестроиться, развить какие-то другие отрасли. Значит, средства нужно так финансировать, чтобы это помогло всем, во-первых. Во-вторых, какие-то отрасли, чтобы они получили импульс и стали лучше развиваться. Ну, в частности, я говорил по аграрному сектору. Итак, какое наше требование? Первое. Мы говорим, что каждому гражданину Казахстана, или, это очень важный момент, который я сейчас говорю, тем людям, которые имеют статус, вид на жительство. Есть у нас немало людей, которые приехали в Казахстан, не имеют ни гражданства, ничего, но у них есть статус, вид на жительство. Они работают внутри страны с этим статусом. И есть у нас немало людей, которые приехали, как мы раньше их называли, оралманы, из Китая, из Туркмении, из Узбекистана, из Турции и так далее. Есть немало людей, но я точную цифру, к сожалению, не знаю, сколько из них реально получили гражданство, но мне говорят, что по разным источникам, что якобы около 400 тысяч человек бродят, не могут получить полный статус, то есть именно гражданство. Так вот, мы говорим, что все граждане страны, включая младенцев, те граждане, которые имеют статус, вид на жительство, или те, которые находятся в состоянии получения гражданства, должны получить по 50 тысяч тенге ежемесячно, начиная с 1 мая до конца августа, то есть 4 месяца. Тогда семья из 5 человек получит 250 тысяч тенге, каждому из по 50 тысяч. Получат пенсионеры, если у вас пенсии 60-70 тысяч тенге, вы сверху получаете по 50 тысяч тенге. В нашей стране 2 миллиона 225 тысяч пенсионеров. Получат инвалиды, которые получают пособия небольшие, тоже получат по 50 тысяч тенге. Получат студенты, одним словом, получат все. И эти деньги будут двигаться по всей стране. Не как сейчас основные доходы, высокие зарплаты считаются в Астане, в Алма-Ате, и в западной части Казахстана, где добывается нефть. Эти деньги перераспределятся, уйдут во все регионы страны, и в большей степени уйдут в аграрную часть, уйдут в села. Для семей в селах 50 тысяч тенге на каждого человека – это огромная сумма. По официальной статистике у нас считается, работающий человек якобы получает 200 тысяч тенге. Каким образом? Это значит, эти крупные города Алма-Ата и Астана свыше 300 тысяч тенге. Атрау, Мангустау тоже зарплата считается свыше 300 тысяч тенге. Кто-то получает 40-50, все в кучу сваливается, усредняется, и получается по официальным данным 200 тысяч тенге. Ну, понятно, что 200 тысяч тенге основная часть населения не получает. Так вот, если мы эту модель принимаем, то эти деньги хлынут, там где живет почти 40% населения, в сельскую часть местности. Люди там многодетные обычно, семи, трое, четверо детей. То есть, вы понимаете, что в этом случае семьи получат 200-300 и больше тысяч тенге. Эти деньги в селе имеют большое значение, особенно вот весенний, вот май, летний период. Люди могут перестроиться, начать заниматься животноводством, засеять поля, в конце концов, снимать дополнительный урожай. И это очень сильно поможет именно сейчас, потому что в мире говорят еще о возможном продовольственном кризисе. И вот мы таким образом перерасправляем денежные средства по всей стране. А да, есть предприятия, где люди будут продолжать получать заработную плату, например, сырьевом секторе, металлургии, там 100-150 тысяч тенге, и они получат дополнительно. Тогда что получится? Эти деньги вольют в свою экономику, и люди будут в состоянии продолжать вести свой обычный уровень жизни, даже больше, может быть. Они будут покупать, ходить в кафе, еще куда-то, парикмахерские, покупать хлеб, покупать продукты. И вот эта часть экономики, которая сейчас висит, неизвестно, когда она заработает, несет убытки, все начнется массовое оживление. Предприниматель такой народ, который прекрасно знает, что это не бесконечно, это тебе дается возможность на 4 месяца, и за это время они все начнут активно перестраиваться, прекрасно понимая, что осенью, если они не успеют перестроиться, у них будут убытки. Вот, собственно, суть в чем идеи, включая, получат поддержку и помощь те люди, которые приехали из Китая, очень много казахов, из Турции и так далее. Они сейчас не могут получить работу, у них нет статуса, они где-то на барахолках торчают, торгуют, ну и сейчас же и барахолки, и рынки закрыты, поэтому это очень серьезная помощь, которая кардинально поможет пережить этот кризис нашим людям. Не должно быть ни у кого заблуждение, что вот сейчас карантин завершится, мы выйдем и все наладится. Нет, уважаемые друзья, к сожалению, не так. К сожалению, половина бизнеса будет вырублена, просто люди не откроют свой бизнес, они не смогут заплатить за аренду, не смогут платить налоги, вообще ничего не смогут, потому что у людей не будет доходов, они бросят те квартиры, которые арендовали. Я уже пятницу сказал, в течение одного года в нашей стране станет безработных на 5 миллионов человек больше, на 5 миллионов. Расчеты я приводил, почему? Это вот никто не сможет опровергнуть. У нас минимум на 25 миллиардов долларов уменьшится экспортная выручка, через них другие услуги, соответственно 5 миллионов человек минимум будет безработных. Это значит каждый второй будет безработный. Великая депрессия, которая была в конце 20-х годов в Америке, это все ерунда. Здесь каждый второй в нашей стране будет безработный. То есть очень опасная ситуация. И вот эти люди, которые находятся во власти, они даже не понимают, что они делают. То есть они приближают свою катастрофу. Своим выступлением я по сути как бы им помогаю. Немного подышать, быть по власти. Мы все равно их уберем. Все равно, неизбежно. Но просто здесь страшно то, что очень скоро в нашей стране будет плюс 5 миллионов безработных. И не будет возможности даже заработать, потому что это правительство просто расфугует деньги по ненужным проектам. Просто прикарманит. А когда наступит вот такая ужасающая ситуация, когда люди будут сносить их магазин и все прочее, они просто убегут. Но их же немного. У вас, граждан Казахстана, миллионы, а их там пару сотен. Вот, собственно, почему я эту модель предлагаю, чтобы перестроить экономику. Второе. мы говорим о том, что идет сейчас распространение коронавируса. Многие граждане наши не верят. Говорят о каком-то заговоре, что вот там все это для каких-то целей, для решения своих каких-то целей. Каких? Это, знаете, когда эта инфекция будет массивно распространяться, она не выбирает, ты ельбасы, не ельбасы. Они почему напуганы, эта политическая верхушка? Они потому что знают, что когда начнется массовая эпидемия, им не поздоровится, они сами тоже помрут. Именно поэтому они вынуждены вводить карантин не от хорошей жизни, чтобы вы понимали. В Америке 3-5 тысяч в день человек погибает. Статистика вот во Франции, я посмотрел, есть некоторые районы относительно прошлого года смертность в два раза больше. В среднем по стране смертность относительно прошлого года на 25% больше. В Бельгии я смотрел статистику на 83% больше обычной смертности. Вот вам статистика, уважаемые друзья. И сейчас коронавирус быстрыми темпами развивается в России, в Москве. Посмотрите, свыше 6 тысяч человек в день в России заболевания происходят. Поэтому очевидно, что эта болезнь, она и придет в Казахстан, тоже будет распространяться. Она уже сейчас есть. Сейчас есть. И с учетом того, что этот режим лжет, не показывает правды и так далее, мы пока еще до конца наверное не осознаем. Но то, что это будет при том очень сильно, это очевидно. Ну, тоже было беспечно относились в Италии, в Испании. В день погибали по тысяче человек. Экономика фактически тяжелейшая ситуация. Чтобы вы понимали, Европейский Союз оценивает свое состояние как довоенный период. Период, когда Великая Депрессия была. Вот такая вот ситуация, уважаемые друзья. И в этой ситуации, когда такие угрозы, я знаю, что наше правительство отправляет врачей в отпуска без содержания. То есть, тех самых людей, которые завтра должны будут спасать народ. Им не платят деньги, их отправляют без содержания. Есть же опыт. Вы смотрите просто телевидение, смотрите интернет, зайдите, посмотрите, и вы убедитесь, что коронавирус это очень серьезно. Поэтому следующее наше предложение, которое по сути дела прекратит вот всякие манипуляции, которые сейчас происходят. Вот многие из вас мне пишут, что врачи говорят, давай мы его этого умершего человека поставим диагноз, что коронавирус и так далее. И таких примеров много. Это связано с тем, что механизм финансирования со стороны правительства он просто преступный. Люди, которые вот на острие в инфекционных больницах, на карантине и так далее работают, им обещается большое вознаграждение опять при условии, что действительно там были больные коронавирусные, какое-то время они там одежурили. Такая процедура непрозрачная. И по сути дела это толкает медицинских работников на такого рода манипуляции, когда они искусственно там создают численность, кто болеет там коронавирусом. Это не игрушки, ребята, это все закончится плохо. Все закончится плохо. И поэтому, чтобы этого не было, мы говорим, чтобы не было столкновений между медицинскими работниками, между разными его слоями. Мы говорим, что каждому медицинскому работнику, не только, но и те, кто вообще в этой сфере работают. Водители, охранники, ресепшн, программисты, неважно, ты работаешь в сфере медицинское обслуживание, мы предлагаем по 100 тысяч тенге каждому доплачивать. Если тот или иной человек в этой сфере, работавший в этой сфере, именно в сфере медицинских услуг, заразился, то ему выплачивать компенсацию в размере 500 тысяч тенге. мэр Москвы выступал и говорил, что мы еще даже на подступах где-то в начале, это он говорил пару недель назад, и говорил, что хорошо, что так получилось, потому что мы за это время увидев, как развивается собственно коронавирус в странах Европы и в мире, мы можем предпринять какие-то меры, подготовиться, и он прав. И если в Казахстане эта болезнь приходит позже, по каким-то причинам, то это не значит, что ее не будет. Поэтому мы должны к этому готовиться, мы должны поддержать наших медицинских работников. Я могу сказать, что эти суммы в масштабах страны вообще незначительные. Не нужно было Айдену Рахмебаеву строить там эту больницу на 15 миллиардов тенге. Это все вот надо было направлять сюда. И сейчас не поздно. Это что касается работников здравоохранения. что мы говорим? Мы говорим то, что реально сейчас остановит развал банковской системы, и Назарбаев все равно будет вынужден туда бросить как минимум 10-25 миллиардов в ближайшие полгода. Долларов. Не тенге. Долларов. В национальном фонде они говорят, что у них порядка там якобы 57 миллиардов долларов, но сейчас меньше. И вот представьте себе, что половину из них придется отдать на спасение банковской системы. Между прочим, она частная. Назарбаевская частная. Тут придется государственные деньги вливать, и вы же понимаете, собственность не перейдет к государству. То есть, мы похороним там еще половину национального фонда страны. Половину. Это то, что принадлежит всем гражданам страны, между прочим. поэтому мы должны найти оптимальный способ, чтобы и банки не разорились, и чтобы помощь была прямая людям. Раньше же помните, когда 10 миллиардов садили, собственность переходит владельцу представителя Назарбаева, а вас коллекторы долбят, отбирают квартиры, последнее жилье и так далее, и все прочее. То есть, вы реально не получали прямую помощь. Та модель, о которой мы сейчас говорим, я ее посчитал в конкретных деньгах. Эти деньги укладываются в те самые 10 миллиардов долларов. Абсолютно все легко. Мы предлагаем следующее, чтобы проценты ваши, проценты по кредитам, 7,5 миллионов человек, 7,5 миллионов человек имеет кредит, минимум 7,5, чтобы эти проценты за наших граждан заплатило государство. Не основную сумму, не полное списание, это программа ДВК. проценты май по августу, 4 месяца. Если правительство списывает гражданам облегчение, банки не показывают, что они убыток, они не разоряются. Понимаете? Сейчас же такая, что говорит, банки, войдите в положение. Я объяснял, почему они не могут, потому что тогда они должны не заплатить проценты своим вкладчикам, если они здесь спишут проценты. Если они отсрочат эти проценты, от этого легче не станет, все равно вам нужно будет через несколько месяцев в два раза больше заплатить. А здесь правительство платит ваши проценты в течение четырех месяцев, и вы за это время опять же перестраиваясь. Вам не нужно те доходы, которые сейчас у вас мизерные появляются, отдавать последнее, что называется банком за эти кредиты. Далее, теперь о бизнесе. Вот та помощь, которую сейчас делает Назарбаев, это фактически миллиарды долларов сливается в карман, в конесчете этой политической верхушки, потом нагло сливается. Но национальное богатство страны принадлежат всем гражданам страны, всем, не только этой политической верхушки. Поэтому мы говорим, что правительство должно погасить все проценты предприятия, которые есть в нашей стране. Это, кстати, несложно делается, и у них есть кредитные обязательства у этих предприятий. Правительство просто так же, как физическим лицам, гасит проценты с 1 мая до 1 сентября за 4 месяца. Опять предприятиям становится легче. То есть у них все их обязательства перед банками гасит государство эти предприятия на плаву, а суммы там огромные, потому что у кого-то там сумма меньше займа, у другого больше, крупные предприятия по 50 миллион долларов, по 100 миллион долларов. Вот представьте, вот такие крупные суммы заплатит государство, и опять же предприятие на плаву, у людей есть деньги, завтра вот эти строительные компании могут продавать свои квартиры, потому что их клиент не обанкротился, потому что государство помогло. Вот тогда действительно это помощь всему бизнесу, а не узкой группе про Назарбаевского бизнеса, не узкой группе, тогда и банки не нужно тратить 20-25 миллиардов, потому что правительство погасило их проценты и все прочее. Бизнес за это время перестроится, люди сформируют свои доходы, и в течение 4 месяцев до осени все проценты по банкам гасит правительство и банки на плаву. Нормально стоят, клиенты нормальные, клиенты получили деньги. В будущем в сентябре, в октябре они в состоянии оплачивают свои другие расходы, и текущий малый и средний бизнес тоже восстанавливается, но все знают, что эта помощь сроком на 4 месяца, что за это время надо перестроиться. вот, теперь дальше. Очень важный момент это топливо, дизельное топливо, бензин. Я уже говорил, что цены на нефть упали минимум в 6 раз, минимум. И конечно же главный владелец этого рынка Тимур Кулебаев, он просто обязан снизить цены в 2 раза, минимум в 2 раза. То есть, когда говорится, что дизельное топливо аграрникам будет отдаваться по 165 тенге, это как такая, знаете, такая супер помощь, не нужно никакой помощи. Нужно просто, чтобы Тимур Кулебаев снизил цены на бензин, на дизельное топливо в 2 раза, и будет тогда 80 тенге стоит дизельное топливо. Вот его реальная цена, она даже ниже, чтобы мы понимали, она ниже, понимаете? Там нет налоговой составляющей, убраны акцизы и все прочее. На Западе, вот в Европе, там значительная часть, процентов минимума 40, если не больше, составляет налоги. В России тоже акцизы, там всякие разные налоги устроены, чтобы бюджет через сбор налогов по продаже нефтепродуктов получал доходы. Поэтому, там у них составляющая высокая именно налогов. у нас такой составляющей нет, потому что акцизы уже отменили. И вот, если цены на нефтепродукты, бензин, дизельное топливо падают, наш аграрный сектор получает дешевый, дешевый дизельное топливо, у него продукция будет дешевле. И не нужно никаких кредитов, каких-то сбоку давать, при этом у тебя себестоимость высокая. Лучшие помощи, чем резко понизить цену на нефтепродукты, бензин и дизельное топливо. Нет. При этом это делается рыночным способом. А тот здесь сидит, кто-то делит, как карта разыгрывает. Тебе дам, тебе не дам, ты свой, не свой. И получается, что весь аграрный сектор получает по разнарядке, как в Советском Союзе, топливо, когда он должен просто свободно прийти, как магазин, купил и все. А у нас это не происходит, потому что у нас сидит монополия в лице Тимура Кулебаева. Поэтому, Хасмжамарт, если вы хотите еще как-то побарахтаться во власти, у вас нет вариантов, я считаю, что вы, иначе вы похороните минимум 20-25 миллиардов банковскую систему, вы будете вынуждены в любом случае людям давать деньги, потому что у людей денег нет, работы нет, миллионы людей сейчас потеряют работу, в течение года на рынок выйдет 5 миллионов безработных, и эта толпа вас просто снесет. И у вас сейчас нет вариантов, как оказывать вот именно такую прямую поддержку, чтобы помощь действительно дошла до всех людей. И меня спрашивают, а сколько это будет стоить? Цена вопроса 10 миллиардов долларов, та сумма, которую сейчас правительство собирается по карманам своим через этот бизнес распихать. Теперь дальше. Какой механизм, как добиться, чтобы правительство все-таки выполнило наши требования? Мы выдвигали свои требования, вы знаете, что правительство начало хоть как-то выплачивать 42 тысячи тенге. Больше на постсоветском пространстве нигде не платится, только платится в европейских странах, в Америке, ведущих странах мира. Почему не платится? Потому что было организовано давление, но недостаточное. чтобы сильное давление организовать, мы предложили механизм. На митинги вы не можете выходить, Акимов не можете выбирать, президенты не можете выбирать, пресса вас не слышит, вообще никто не слышит. Мы создали чат безработные и бедные. Что такое бедные? Это значит, когда ваш доход, допустим, на семью из четырех человек составляет менее трехсот тысяч тенге. А основная часть населения так и есть. То есть основная часть населения бедные. Поэтому регистрируйтесь в этот чат. Безработных сейчас несколько миллионов человек уже есть. Так называемые самозанятые. Регистрируйтесь в этот чат в телеграмм. Заходите. Сначала зайдите, создайте мессенджер. Зайдите, получите, скачайте мессенджер телеграмм. Затем найдите чат безработные и бедные. Что мы будем делать? Мы там регулярно проводим эфиры, выступаем по проектам, что мы собираемся сделать. Нас сейчас тысячи и тысячи. Наша задача собрать как минимум несколько сот тысяч, желательно миллион. Миллион у нас 17 чатов распределенных по всей стране. Что тогда будет? Этот миллион начнет выдвигать требования внутри чата правительству. Первое. Второе. Карантин скоро завершится. Мы призовем наших сторонников выходить на митинги. Мы выдвинем экономические требования. В частности, чтобы каждому выплатили по 50 тысяч тенге, чтобы за 4 месяца правительство погасило проценты по вашим займам. Бизнес, чтобы тоже за 4 месяца правительство погасило проценты по их кредитам. Чтобы медицинские работники получили дополнение на этот период 4 месяца по 100 тысяч тенге. Чтобы бензин, дизельное топливо было минимум в 2 раза меньше. Также, чтобы в нашу страну беспошлино без каких-либо налогов завозились любые товары, чтобы все это было для вас дешевле. Одежда, мебель, продовольствие, лекарственные препараты, чтобы они все были как можно дешевле. А для этого нужно отменить пошлины разные сборы. Итак, мы в этом чате объединяемся, мы начинаем выдвигать требования. Вы же спрашиваете, а как изменить? Мухтар Аблязов не может один прилететь как Бэтмен и заставить это правительство все изменить. Заставить все это изменить может народ. Не сам по себе, а объединенный. Мы создали механизм объединения, мы создали чат безработные и бедные. Вы заходите в этот чат, мы регулярно выступаем, затем некий день мы объявляем о сборе наших сторонников по всей стране. Эта масса начинает двигаться к Акиматам, правительству давить на власть. И тогда вы увидите, результаты будут немедленные. Никакая полиция не справится, потому что когда здесь будет сотни тысяч, а полиция всего лишь несколько десятков тысяч человек, мы их просто сдвинем в сторону. Как минимум, а в реальности эта полиция в итоге перейдет на сторону народа. Очень простой механизм, очень эффективный, ничего сложного нет, не надо сейчас идти на такие барригады. Когда вы зайдете в чат, вы увидите, что нас там сотни тысяч, вы скажете, да, нас много, да, это такие же безработные или такие же бедные, как и я, у всех единая цель, я не один. Мы через этот чат начинаем выдвигать требования к правительству, и мы в определенный день выводим эти сотни тысяч на улицы. Вот механизм, вот инструмент давления. Не надо отчаиваться и говорить, ой, там ничего не получится, мы вообще бедные, несчастные, нас никто не слушает, заниматься садом-азахизмом, резать себе на части, сидеть ныть и плакать, биться головой об стену. Мы сделали механизм. Приходите, участвуйте, мы вместе с вами добьемся перемен. Алгах Азастан.